Привет, друзья! Сегодня хочу с вами разбирать времена Future Simple. Это один из самых важнейших времен английского языка. Зная только времена Future Simple, вы можете говорить о что угодно в будущем. Вам достаточно хватает знать только Future Simple для того, чтобы говорить что-то в будущем. Но если хотите дать еще более деталки к вашему речи, тогда вы можете уже использовать дополнительный времен Future. Потом, друзья, будем это все разбирать с вами. В этом уроке, друзья, вы будете разбирать, как мы используем Future Simple, при каких случаях мы его используем. И также будем с вами разбирать конструкцию предложения при времена Future Simple. Друзья, вы готовы? Жмите лайк и что делаем? Поехали! Мы используем времена Future Simple, когда мы хотим говорить о каком-то спонтанном решении. То есть мы приняли решение во время разговора, мы используем Future Simple. А кто-то после вас просит, ты будешь кушать пиццу? Да, я буду кушать пиццу. So, will you eat pizza? Yes, I will eat pizza. То есть это было спонтанное решение, поэтому я буду использовать Future Simple. Какое-то спонтанное решение, которое мы сделаем, это мы называем Future Simple. Мы также, друзья, используем времена Future Simple, когда мы хотим дать кому-то обещание, обещать кому-то что-то. Что я могу сказать, I will buy you a car. I will buy you a car. Это моё обещание. Даже могу дать условия. Я купить мою машину, если ты сдашь экзамен. I will buy you a car if you pass your exam. Видите, друзья? То есть я принял спонтанное решение и также, когда я даю кому-то обещание, я тоже могу использовать времена Future Simple. И также, друзья, мы используем времена Future Simple, чтобы говорить о прогнозах или наше предсказание. Допустим, хочу сказать, что она получит работу. Right? Это моё предсказание. То есть я не уверен, просто думаешь, что она получит работу. Сейчас скажу, she will get the job. Да? She will get the job. А сюда тоже прогноз, что завтра будет дождь. It will rain tomorrow. Да? Хочу сказать, что послезавтра будет жарко. It will be hot. A day after tomorrow. Да? Послезавтра на английском языке это a day after tomorrow. Не просто after tomorrow, а a day after tomorrow. То есть, друзья, это были прогнозы и мои предсказания. То, что я думаю, будет, вот мы используем также времена Future Simple для того, чтобы это всё сказать. И последнее, друзья, мы используем времена Future Simple, когда мы хотим говорить о каких-то фактах, которые будут в будущем. Допустим, это факт, что дождь пойдёт завтра. Допустим, да? So, it will rain tomorrow. Это тоже факт, да? Это тоже факт, что она приедет завтра. She will come tomorrow. Также мы используем времена Future Simple. Видите, друзья? То есть, четыре случаи, при которых мы используем времена Future Simple. Первое было, когда мы хотим дать кому-то обещание. Второе, когда мы хотим принять какое-то спонтанное решение. Третье, когда мы хотим дать какой-то прогноз или предсказание, то, что мы думаем, то, что мы полагаем. Да? И последнее, это будущий факт, да? Допустим, зима пойдёт снег, да? Это будущий факт. Сто процентов, что зима будет снег, да? So, it will snow in winter. Да? Лето будет жарко. It will be hot in summer. Это тоже будущий факт. Видите, вот четыре случаи, при которых мы используем времена Future Simple. А друзья, теперь с вами разберём конструкцию, как мы строим предложение, используя времену Future Simple. Мы уже знаем, когда используем Future Simple. А теперь будем разбирать с вами, как мы строим предложение при этом время. Мы просто используем глагол will. Глагол will мы используем для всех вид лицо. И для он, и для она, и для оно, и для себя, I, и для вас, you, и для нас, we, и для них, they. Okay. То есть, like, всех вид лицо мы используем will. Если я хочу утверждать предложение на английском языке, используя времена Future Simple, так мой предложение будет выглядеть. Я сначала поставлю вместоимение. То есть, он, она, оно или другие вместоимения. Дальше идёт слово will, которое обозначает будет. Это значит, с вами самые главные слова. И дальше будет наш первый глагол, наш основной глагол. То есть, I will go. She will go. They will go. Вот так мы утверждаем на английском языке. Да? То есть, I will sleep now. Я буду спать сейчас. I will travel to Paris tomorrow. Я буду ехать в Париж завтра. Видите, да? То есть, вместоимения идёт первое. Дальше will. Дальше наш основной глагол. В первой форме. А теперь будем спать с вами, как мы строим вопросы при времена Future Simple. Очень просто, друзья. То есть, при вопросе, вопрос всегда начинает какое-то воспросительные слова. Да? Или начинается с will. То есть, если у нас нет воспросительных слова, мы просто используем will. То есть, воспросительные слова плюс will, плюс вместоимение, плюс основной глагол в первой форме. Да, друзья? Допустим, хочу спросить, когда ты поедешь в Майами? So, when will you go to Miami? Да? То есть, when это воспросительные слова. По-любому она будет начать предложение. Правильно? Дальше will. Дальше вместоимение. Дальше основной глагол, о котором мы говорим. So, when will you go to Miami? Да? I will go to Miami tomorrow. Да? Я только что утрешал. То же, друзья, даже если я не хочу использовать воспросительные слова, да? Хочу спросить, допустим, ты поедешь в Майами? Да? So, will you go to Miami? Will you go to Miami? То есть, опять же, will, воспросительные слова и также у нас основной глагол в первой форме. Не забудьте эту конструкцию, друзья. Отрисание очень просто, да? При отрицании мы просто используем вместоимение will и добавляем отрицательные слова not, плюс основной глагол в первой форме. So, I will not sleep now. Допустим, да? I will not travel to Miami tomorrow. Я построю предложение, как я отрицал, используя времена future simple, друзья. Не забудьте строение предложения. Почему? Потому что многие из вас делают ошибки именно в строении предложения. Поэтому, друзья, опять же, повторяйте вот эти строения. Пишите это в тетради. Старайтесь повторить за мной. Окей, друзья. И мы с вами увидимся, друзья. Вы уже знаете когда. На следующий урок. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok